Apple в очередной раз разочаровал миллионы своих поклонников. Правда, как тут угодишь, когда обо всем, что показал 10 сентября Фил Шиллер, было известно еще до презентации. И о золотом iPhone 5s, и iPhone для бедных 5s. Первый удивил разве что встроенным в домашнюю кнопку сканером отпечатков пальцев. Второй вообще ничем не удивил. При этом разочаровал самым главным – стоимостью. iPhone 5s, который еще до презентации успели окрестить дешевым айфоном, будет выпускаться в пластиковом корпусе и почти всех цветов радуги. Безусловно, iPhone 5s имеет право на существование. Он технически сравним с пятеркой. Та же камера, процессор и дисплей на 4 дюйма. Однако ценник устройства расставил все точки над ним. С контрактом на 2 года телефон будет стоить 99 долларов. Казалось бы, вполне себе цена. Но без контракта эта цифра превращается в неуютные и неудобоваримые 549 долларов. И это, как сказали бы автомобилисты, минимальные комплектации. При этом в компании говорят, что именно модель iPhone 5s позиционируется, как смартфон для развивающегося рынка. При том, что на том же китайском рынке последние андроиды стоят по 150-200 долларов. 700-долларовый дешевый iPhone выглядит как издевательство. Apple остается надеяться только на силу бренда и имиджа. Второй смартфон iPhone 5s. Едва ли не самый обсуждаемый анонс до презентации. Всех волновали не технологии, а цвет устройства. И волноваться было от чего, ведь представлен золотой iPhone. Гламурная тусовка годами покрывала свой iPhone 24-каратным золотом. А теперь этого делать не нужно. Золотой iPhone 5s, безусловно, вызовет восторг у столичных модниц. А может и модников. Инвесторы Apple также остались недовольны презентацией. Сразу после ее окончания акции упали более чем на 3%. Стоимость компании при этом снизилась почти на 12 миллиардов долларов. Но все-таки, что бы там кто ни говорил о том, что компания безуспешна, без Джобса у руля, квартал за кварталом Apple продолжает получать хорошую прибыль. Посмотрим, надолго ли ей хватит запала, чтобы продолжить работу в таком же темпе. Но точно можно сказать, что если компания и развалится, то это будет еще не скоро. Если вообще произойдет. В айфонах копался Егор Красотин. Удачных покупок! Милый, ты такой красивый, а? Но я хочу его... Хочу... Айфон! Айфон! Одинтвнет.ру Смотрю, что хочу! Удачи! 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 Продолжение следует...